Библейский портал экзегет.ру представляет В 133-й псалме он явно стоит во дворе храма и молится вместе с другими. А что дальше? Вот пришел. А дальше начинается такая неторопливая медитация. Вот это псалмы для такого вдумчивого чтения в храме. Можно себе представить какую-то долгую такую службу, такое утомительное даже, мы скажем, богослужение, когда повторяется много раз одно и то же, может быть, с небольшими вариациями. И от этих повторений ты начинаешь впадать в этот ритм. У нас были очень динамичные, яркие псалмы, у нас были очень краткие псалмы, как 133-й, псалмы-загадки, как 132-й, псалмы-драматургическое представление, как 131-й. Вот пошла медитация. Я даже прочитаю его целиком, хотя он длинный, чтобы и нам постараться впасть в это состояние. Аллилуйя. Начинается с призыва, собственно, это хвалите Господа на древнееврейском языке. Аллилуйя. Хвалите имя Господа. Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо добрый Господь. Как прекрасно воспевать его имя. Господь избрал себе народ Иакова, сделал Израиль владением своим. И опознал, как велик Господь, наш Господь, превыше всех богов. Все, что захочет, сделает Господь на небесах и на земле, на морях и в пучинах. «Облака приводит от краев земли, творит молнии при дожде, выводит ветер из хранилищ своих. Он убил всех первенцев в Египте, первенцев людей и скота, сотворив знамени и чудеса среди тебя, Египет, с фараоном и всеми людьми его. Сразил многочисленные племена и убил могучих царей. Сихона царя Мареев и Ога царя Башанского и все царство Ханаана разбил, а землю их отдал во владение, во владение Израилю, народу своему. «Господи, имя Твое вечно! Господи, слава Твое во всех поколениях! Господь рассудит тяжбу народа своего, сжалится над рабами своими. Идолы язычников, серебро и золото, изделия рук человеческих. Есть у них рот, но не говорят, есть глаза, но не видят, уши есть, но не слышат, в их устах дыхания нет. Пусть такими же станут все, кто делает их, и все, кто на них надеется. «Рот Израиля, благословите Господа! Рот Аарона, благословите Господа! Рот Левия, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь Сиона, обитающий в Иерусалиме! Аллилуйя!» Вот такой медитативный, речитативный псалом, когда постепенно текут слова, вот нету сложной драматургии, да, как было в предшествующих псалмах какого-то такого развернутого богословия. И зато есть размышления о величии Бога и о его роли в жизни. Причем, смотрите, начинается хвалить имя Господня, хвалить ибо добр Господь, как прекрасно воспевать его имя, многократно это повторено. А на чем, собственно, основано это утверждение? На действиях Бога в нашей жизни. А каких? Господь избрал себе народ Иакова или Израиль, да, но Иаков и Израиль один тот же человек, два его имени, поэтому очень часто Иаков и Израиль – это полные синонимы. И, смотрите, только после этого говорит своего роли в сотворении мира. Наш Господь превыше всех богов, ну, попутно отметим, что других богов псалмопевцы вроде как признает, но он живет в языческом мире, это довольно распространенная точка зрения, что их много. Все, что он хочет, он делает, облака приводит от краев земли, творит молнии при дожде, выводит ветер из хранилища своих. Но главное не это, главное, что он избрал нас. Ну, как ребенок про маму с папой говорит, конечно, главное, что они его родили и любят. А то, что они там где-то работают, у них там еще куча разных характеристик, достоинства, достижений, есть это все на втором, на третьем месте. То, что Бог мир сотворил, ну да, это важно, но то, что он меня любит, намного важнее. Причем здесь это я коллективный, это народ Израиля. А дальше как будто жестокий Бог, проблема жестокого Бога в Ветхом Завете постоянная. Он убил всех первенцев в Египте, людей и скота. Но тут же объяснение, сотворил знамения и чудеса, то есть это не просто от злобы, это то, что он делает ради своего народа. Среди тебя Египет со всеми людьми, с фараоном в том числе. Другие племена Сихона, Ог, царство Ханана, но это упоминаются разные, скажем так, противные израильтянам царства. Сихон правил в Моавском городе Хешбоне. Ог из царей Башана, это тот, кто сопротивлялся, соответственно, вторжению израильтян. И он отдал во владение Израилю их земли. Вот здесь не скрывает псалмопевец, что это не всегда так было. Вот все народы любят говорить, что это наша земля там изначально. Нет, были и завоевания, были и переселения, были всякие такие жестокие вещи. Но в этом всем он видит действия Бога, хотя для нас, может быть, это выглядит жестоким. А для него это прежде всего его любовь к собственному израильскому народу. И дальше он это многократно воспевает и за это благодарит. Господи, имя Твое вечно, слава во всех поколениях. Рассудит тяжбу народа своего с другими. То есть он и продолжает быть Богом своего народа. А идолы, они что, не говорят, хотя есть род, не слышат, не видят, нет дыхания. Пусть такими станут все, кто делает их. Такая полемика, переходящая в проклятие. Ну и завершается Псалом повтором благословений. Очень много этих благословений. Рот Израиля, рота Аарона, то есть священники, рот Леви, то есть Левита. Благословите Господа, благословен Господь Сиона, обитающий в Иерусалиме. Но это краткая версия. Краткая версия истории Израиля с точки зрения благости Божией к Израилю. А следующий, 135-й Псалом, даст нам гораздо более полное, будет еще более медитативным, чем 134-й. Субтитры создавал DimaTorzok